Здравствуйте, с вами вновь рубрика интервью. Меня зовут Наталья Чудина и сегодня у нас в гостях Татьяна Пауль, министр экономики Хакасии. Здравствуйте, Татьяна Владимировна. Хакасия не так давно получила федеральные деньги на поддержку малого и среднего бизнеса. На каких условиях пришли эти деньги и как они будут распределяться? Правительство Республики Хакасия, начиная с 2007 года, ежегодно принимает участие в федеральном конкурсе на привлечение средств в республиканский бюджет для субъектов малого и среднего предпринимательства. Естественно, 2016 год не был исключением и нам удалось привлечь федеральные средства сверх лимитов 7 миллионов в бюджет республики и мы получили 44 миллиона на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства. Основные условия мы обеспечили софинансирование 95 на 5 процентов, 5 процентов республика, 95 федеральный бюджет. Была подана заявка, которую одобрили и принято решение о выделении данных средств. На сегодняшний момент Минэкономразвития России разрабатывает соглашение, которое мы подпишем, после которого деньги поступят в бюджет республики и мы их будем распределять. Основные мероприятия, на которые мы привлекли средства, это субсидия на возмещение затрат по лизингу оборудования, это субсидия на возмещение затрат по приобретению оборудования, это гранты начинающим предпринимателям по 500 тысяч рублей и это субсидия, которая предоставляется на программы муниципальных образований. Малый, средний и большой бизнес, так сказать, да? Где вот та градация, вот эта грань между ними, как их соотносить по-разному? Да, эта грань у нас определена в федеральном законодательстве, 209-й федеральный закон, где определены критерии отнесения к субъектам микро, малых предприятий и крупных предприятий, средних. Основная градация это численность занятого на предприятии и обороты, на основании которых и определяют, какое предприятие относится к той или иной категории. Большой бизнес, понятно, приносит большие деньги в бюджет республики. В чем преимущество для республики именно малого и среднего бизнеса? На сегодняшний день у нас в республике осуществляют свою деятельность 22 610 субъектов бизнеса и на данных предприятиях задействовано более 50 тысяч населения нашей республики. Естественно, это доходы налоговые, более полутора миллиардов получает бюджет республики от специальных налоговых режимов, в том числе это отчисления во внебюджетные фонды. Республика, конечно, заинтересована в развитии бизнеса, в том числе в стратегии социально-экономического развития до 2020 года основным направлением является развитие малого и среднего бизнеса и привлечение инвестиций в республику. Куда вообще обратиться представителям бизнеса, если они хотят попасть в эту программу и получить часть этих денег? Обращаться с субъектом бизнеса необходимо, когда будет объявлен конкурс. Конкурс будет объявлен официально, на официальном портале органов исполнительной власти будет размещено объявление, после чего все предприниматели могут обраститься в Республиканский центр поддержки предпринимательства, адрес его Карла Маркса 44, где их при необходимости проконсультируют и примут заявку. После чего будет проведен уже конкурсный отбор, все заявки будут направлены в комиссию, комиссия будет принимать решение, кто в каком объеме будет получать субсидию или гранта. А какие-то основные критерии к предпринимателям есть, желающим получить поддержку? Ну, критерии, конечно, есть. Критерии определены в нашем порядке. У нас есть приоритетные направления, которые в приоритетном порядке могут получить субсидию. Это в первую очередь у нас сельское хозяйство, производство, это у нас туризм, здравоохранение, транспортные услуги. То есть все эти направления у нас определены в нашей программе и, естественно, в обязательном порядке предприниматель не должен иметь задолженности по налогам. У него должна осуществляться полноценная деятельность и, конечно, преимущественно, когда мы рассматриваем заявки, мы смотрим, какую обеспечат они занятость населения дополнительными. Программа работает уже давно. Вообще, сколько предпринимателей у нас уже получили поддержку, хотя бы за прошлый год? Какие суммы тогда выделялись? Насколько они разнятся с суммами этого года? В прошлом году у нас было 15 заседаний комиссии, на которых мы рассмотрели 331 заявку от субъектов бизнеса. Из них по 99 заявкам мы получили одобрение комиссии и на 56 миллионов одобрили сумму на предоставление субсидий грантов. Это в том числе у нас 17 субъектов бизнеса получили гранты на начало бизнеса по 500 тысяч рублей. В прошлом году у нас активно пользовалось мероприятие. Предприниматели заявлялись на поддержку бизнеса, который пострадал в период чрезвычайной ситуации. 13 субъектов бизнеса получили поддержку. Сумма до полутора миллионов рублей, но там определялась в зависимости от пострадавшего имущества. И в том числе 60 предпринимателей у нас получили поддержку. Это лизинг, это приобретение оборудования, это субсидирование процентной ставки по кредиту, другие мероприятия. Вы уже говорили о том, какие у нас чаще всего направления получают поддержку. Давайте еще поподробнее об этом. На что у нас идет приоритет? Приоритет, естественно, это основные мероприятия, это производство, это сельское хозяйство. То есть они в основном и активно принимают участие в этом направлении. То есть мы нацелены на то, чтобы увеличивать валовый региональный продукт. Малый и средний бизнес занимает сейчас 9% в этом направлении. Поэтому мы, естественно, на развитие, на производство, на производство собственных товаров и услуг. В том числе у нас есть сейчас указ президента по импортозамещению. И это направление мы тоже должны у нас в республике развивать. Поэтому мы именно на развитие производства нацелены. Какие-то особые меры поддержки для предпринимателей с монотерриторий и проблемных территорий республики будут? Такие как Абаза, Вершенность, Теи, Сорск? Да, естественно, у нас в начале этого года, когда как раз распределяли, планировали к распределению средств из федерального бюджета, заместитель представителя правительства Российской Федерации дал поручение, что все средства, которые заложены в программах субъектов малого и среднего предпринимательства, 10% должны пойти на монотерриторию. С этим учетом мы заявлялись и на федеральный уровень, с этим учетом мы будем распределять и наши средства в республиканском бюджете. На сегодняшний день на данном мероприятии, на данной монотерритории у нас предусмотрено 7 миллионов рублей, которые в приоритетном направлении будут распределены именно по монотерриториям. Естественно, в каждой монотерритории есть свои программы, куда предприниматели также будут заявляться и также получать поддержку. Кроме того, как одно из приоритетных направлений у нас преимущественно стоит субъект бизнеса, который долгое время проживает на территории моногорода. Он также в преимущественном порядке получает субсидию. Молодежное предпринимательство, ему тоже достаточно много внимания уделяется? Молодежное предпринимательство у нас также в приоритете. До 30 лет молодые предприниматели получают поддержку. Кроме того, у нас есть программа «Молодежь Хакасии». В прошлом году мы впервые поучаствовали в федеральной программе. Это предприниматели привлекли средства, которые непосредственно направили на обучение этих предпринимателей. 336 молодых людей обучились и на сегодняшний день уже 40 из них зарегистрировали как субъекты предпринимательства. В этом году мы также буквально на прошлой неделе направили Минэкономразвития России заявку по привлечению этих средств и эта программа будет продолжена у нас. Но кроме грантов у нас еще существуют меры поддержки предпринимателей и различные программы. Расскажите о том, какие? Да, естественно, у нас на сегодняшний день на территории республики созданы все институты поддержки для субъектов бизнеса. Это гарантийный фонд республики Хакасия. Если субъект бизнеса хотел бы взять кредит и у него не хватает собственного обеспечения, он может пойти за гарантией в данный институт поддержки. Также республиканский центр поддержки предпринимательства, который оказывает консультационные информационные услуги для бизнеса и является оператором по реализации нашей программы по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства. В том числе у нас создан фонд развития республики Хакасия, который сопровождает крупные инвестпроекты и помогает как одно окно по взаимодействию с органами исполнительной власти, с органами местного самоправления. Кроме того, у нас в республике создан промышленный парк Черногорский, где резиденты получают определенные преференции и на сегодняшний день есть еще возможность попасть в промышленный парк и реализовать там свой проект. На данной территории обеспечена вся полностью коммунальная инфраструктура, инженерная инфраструктура именно для бизнеса, куда предприниматель заходит и начинает реализовывать свой проект. Кроме того, для молодежи у нас создан центр стратегических инициатив и проектов, который также реализует молодежные проекты, молодежные инициативы и в этом направлении также помогает. Ну вот вы столько сейчас перечислили, а вообще насколько благоприятен климат в нашей республике для предпринимателей и если вот сравнить его с другими территориями России? Нам есть еще к чему стремиться или мы уже? Нет, конечно, у нас территория интересна для субъектов бизнеса, кроме того, мы сейчас активно работаем с нашими потенциальными инвесторами. Вот сейчас в Китае у нас предприниматели должны приехать по реализации совместных инвестпроектов. Наша республика очень интересна для инвесторов, у нас есть конкурентные преимущества, в том числе это энергетика, в том числе это и промышленность, которая развивается, и угольная промышленность. У нас на территории очень много предприятий, это и Сорский ГОК, которые тоже интересны также нашим инвесторам, если там будут реализовываться какие-то инвестпроекты. То есть стремиться есть куда, мы также рассматриваем сейчас вопросы по созданию территории приезжающего социально-экономического развития, где будут определенные преференции нашим предпринимателям. А также рассматриваем и туристические кластеры, развитие туристических кластеров и угольных месторождений. То есть все эти направления мы прорабатываем и будем развивать. Спасибо большое, что пришли к нам в студию, ответили на наши вопросы. Зрителям я напоминаю, что сегодня в гостях у нас была Татьяна Пауль, министр экономики Хакасии. Спасибо, что были с нами, еще увидимся. Субтитры создавал DimaTorzok